Играет музыка Мне до сих пор в кошмарах снится кукла Астольфа Бин и то, что она делает со своими врагами и главгероем. Но не расстраивайтесь, сегодня оружие не будет вызывать у вас неудержимую рвоту и кошмары. Поэтому сегодня на нашем столе для вскрытия находится мод под названием X-Weapon от автора Z-Railgunner. Этому моду уже целых 5 лет. И он идёт как с GZ Doom, так и с Зандрону. По словам автора, он ещё не полностью удовлетворён тем, как сейчас выглядит его мод. Так что я думаю, обновления ещё будут. В этом оружейном моде вы получите доступ аж к 21 виду оружия. То есть в этом моде технически 21 вид оружия, но работает это так. Вы подобрали какой-нибудь ствол, потом при нахождении более эффективного вида данного ствола, начальная пушка заменяется на более крутую. Ну, по идее. Основная идея этого арсенала это разделение его на 3 подгруппы. Стандартное оружие, оружие получше и просто улётное оружие. Также в этом моде у вас будет возможность завалить этим оружием кучу новых противников, помимо ванильных. Автор мода позаботился о том, что если вам не приглянулся арсенал, а полюбились монстры, то вы сможете поиграть в версию этого мода без оружия. И соответственно, если вам нравится лишь оружие, но не нравятся монстры, то есть версия мода только с оружием. Далее автор добавил в свой мод немного кетчупа. Ну, совсем немного, знаете, как в бутылке на донышке. Но лично я бы посоветовал вам стандартную версию кетчупа, так как она заходит со всеми модами. Но вам придётся пожертвовать новым бестиарием. Ещё можете попробовать такие кровавые моды, как Нэш Гор, Найс Блад Он Зе Волс или Дроплиц. Я их обозревал во втором эпизоде мод-обзора, так что если что, проверьте, там есть пример. Также автор снабдил свой мод уникальным пользовательским интерфейсом, где очень большими цифрами показывается состояние вашего здоровья и амуниции. А ещё присутствуют два индикатора по бокам, которые горят соответствующим цветом, отображая ваше состояние. У большинства видов оружия можно переключать режим ведения огня с полуавтоматического на автоматический. Это оружие можно перезаряжать. Единственное, ваш боезапас в этом моде показан не поштучно, а по обойме. То есть, увы, больше никаких тактических перезарядок. В принципе, это не так сильно повлияет на весь игровой процесс в целом. Ещё в самом начале игры вам предложат играть за несколько вариаций главного героя, которые включают в себя различные начальные арсеналы. То есть, вы сможете стартовать, например, с дробовиком, или с винтовкой, или с двустволкой, или даже с адской винтовкой. Ещё в этом моде будут довольно интересные уровни сложности. Некоторые из них будут добавлять интересные способности вашим противникам. Как-то пинки будут быстрее бегать и таранить вас с разгон, а у спекторов появилась способность дышать на вас зелёным перегаром. На каком бы оружии я бы хотел остановить своё внимание? Ну, во-первых, мою любимую бензопилу, этот лучезарный венец оружиостроения, чудо техники, работающие над домразъедном энтузиазме, заменили на... пневмосиловой кулак. Это оружие даже скорее похоже на силовой костец, соответствующим апгрейдом к нему. Принципы, если не придираться к факту, что моё любимое оружие ближнего боя убрали с этого мода нахрен, и то, что я не фанат фистинга во всех его проявлениях, а также вспоминая оружие из предыдущего мода с аналогичным принципом действия, то можно, скрипя зубами, процедить, что мало оружия пойдёт. Свою функцию оно выполняет, да и патронов к нему не надо. Просто, блин, могли забрать костеть и оставить бензопилу. Да ещё с апгрейдами какими-нибудь. Я был бы рад. Пистолеты в игре подходят к любой штатной ситуации, есть модели, которые являются стандартными, есть более скорострельные, но наносящие меньше урона, а есть пистолеты, которые, наоборот, стреляют медленно, но больно. И у каждого из этих трёх видов пистолетов есть свой апгрейд на лучшую модель. Что касается оружий, то в отличие от всего остального арсенала, их боезапас как раз исчисляется поштучно. У вас в распоряжении будет стандартный дробовик, двустволка и автоматический дробовик. Крайне широко применимое оружие на все случаи и ситуации, которые смогут с вами произойти в этом моде. Поверьте, ружья вас прикроют. Есть даже своеобразный гибрид винтовки и дробовика, почему-то стреляющий плазмой, но тем не менее знатно делающий свою работу. Хотя скорости огня этой добротной пушки я бы прибавил. Опять же, ко всем ружьям в этом моде присутствует модельный апгрейд. Класс винтовок представлен в виде пары стволов, которые вы сможете перезаряжать и изменять режим ведения огня. По умолчанию стоит полуавтоматический, так что не пугайтесь. Правой кнопкой мыши переключайтесь на автоматический режим, и будет вам счастье. У винтовок тоже есть апгрейд по моделям. Еще у них работает прицел. По независимым от меня причинам, всеми любимый пулемет превратили в какой-то ультимативный супер ствол, напоминающий моделью проапгрейдженный пулемет из Project Brutality. Который на начальных уровнях любой карты, а в моем случае было вообще хрен найдешь. А пострелять хотелось. Но тут понятно. Ротаторный механизм, три ствола, очень громко и очень больно. Аккуратней с амуницией. Пулемет такой же прожорливый, как и всегда. Что касается ракетницы, гранатосодержащих стволов в этом моде, то они сведены до пушки, стреляющей гранатами. Наподобие той, из которой Шварценеггер палил по полицейским в Терминаторе 2. Но с гораздо более фатальными последствиями. Просто вспомните фильм, а затем замените газ на напалму. Остальной арсенал представляет собой различное энергетическое оружие. Разные скорострельности и убойности. Это различные адские винтовки, плазмоганы, плазмокастеры, кластерные винтовки, фазовые винтовки, и конечно же всеми любимый БФГ. Хоть тут над арсеналом решили не надругиваться, что согласитесь, хорошо. В целом, это довольно годный оружейный мод, как для летсплеев, так и для стримов. Конечно, в нем различных видов оружия будет куда больше, чем в ситуации, в которых вы сможете использовать какой-то конкретный определенный вид. Но! Менее интересным этот мод не станет. Для полного счастья, я бы посоветовал добавить в этот мод рельсу, револьвер, и черт ее дери бензопилу, и всевозможные апгрейды к ним. Главное, урегулировать все с их авторами. И на этом все, хулиганы. С вами был Айрон Друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кидайте мне ваши идеи в группу ВКонтакте и Дискорд, жуйте жвачку, любите игры, и помните, увы, стволов никогда не бывает достаточно. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok